В прямом эфире новости в студии Светлана Федодеева. Добрый вечер. И начнем с достижений. Два жителя Севастополя Мария Литовка и Павел Харламов вышли в финал конкурса управленцев лидеры России. Мария – руководитель приоритетного проекта развития «Балаклавы», Павел – специалист в сфере ресторанного бизнеса. Региональный полуфинал прошел в Ростове-на-Дону. Кто и как представлял на конкурсе «Севастополь» и какие они – современные лидеры, расскажет Святослав Данилов. Врачи, филологи, юристы, бухгалтеры, менеджеры. Представители самых разных профессий участвуют во всероссийском конкурсе управленцев лидеры России. Задача – сформировать команду сильных управленцев, поставить на поток систему отбора кадров для госслужбы, медицины, образования. А еще – дать новый потенциал развития всем направлениям жизни и экономики в стране. На конкурсе от Южного федерального округа 8 российских регионов. От Севастополя люди в нашем городе известные. Мария Литовка руководит приоритетным проектом развития «Балаклавы» и работает в правительстве Севастополя. Делится своими переживаниями и рассказывает историю, почему она здесь. Мария еще не знает, что вышло в финал. Это конкурс – уникальный опыт. Его нигде больше не приобрести. Конечно же, хочу проверить себя, хочу доказать, что я являюсь лучшим управленцем в России. Одна из самых молодых участниц конкурса – из Севастополя. Анастасия Ермаковой – всего 20. Она уже работает в аппарате Совета Ленинского муниципального округа. По образованию юрист, поэтому девушка хочет организовать бесплатную юридическую помощь малообеспеченным семьям. Что бы хотела от этого конкурса? Конечно же, знакомства, опыта набраться, еще более интересного. И, конечно же, познакомиться с людьми, потому что сейчас здесь находятся те люди, которые уже добились многого и не хотят останавливаться на достигнутом. Именно так, как мы обычно поднимаемся по ступенькам, по карьерной лестнице могут подняться участники конкурса «Лидеры России». В Ростов-на-Дону на региональный полуфинал от Южного федерального округа приехало 334 конкурсанта из 8 регионов страны, Украины и Казахстана. Наш город-герой Севастополь здесь представляет 27 человек. Именно этим людям, возможно, в будущем предстоит занять кресло министров федерального правительства, их заместителей, помощников и либо руководителей крупных бизнес-корпораций. Как отметили организаторы конкурса, здесь люди, которым можно доверить будущее нашей страны. Те, кто приехали на конкурс в Ростов-на-Дону, прошли серьезный отбор. Одно из условий – работа на руководящей должности не менее пяти лет для участников от 36 лет и два года для конкурсантов моложе 35. Также кандидаты прошли дистанционный отбор при помощи онлайн-тестирования, где они демонстрировали свой интеллект – от знания географии до устройства молекул или химических элементов. А в первый день в Ростов-на-Дону проходил еще один компьютерный тест, который подтверждал попадание в полуфинал. Прошли его не все. Из 334 участников осталось 267, от Севастополя – из 27 – 17. Все конкурсанты – люди идейные и инициативные, подчеркнули организаторы. Но им всем следует помнить одну простую истину. «Лидеры России» – это конкурс не карьеристов, а управленцев. Я всегда подчеркиваю, что победитель конкурса – это не тот, кто ищет работу, а тот, кого ищут работодатели. И в этом смысле успешно победитель конкурса «Лидеры России» – это не тот, кто получает назначение в Москву, и даже не столько тот, кто получает назначение в Москву, а тот, кто отказывается от назначения в Москве и продолжает работать в своем регионе. Самыми результативными из Севастополя стали Мария Литовка и Павел Харламов. Теперь они поедут в Сочи на финал конкурса. Он пройдет с 13 по 17 марта. Там соберутся 300 лучших управленцев со всей страны. Для сравнения, изначально заявки на конкурс «Лидеры России» подали более 200 тысяч человек с 8 федеральных округов. Примеры успешного развития карьеры победителей конкурса есть. Заместитель министра здравоохранения Олег Сологай или замминистра энергетики Павел Сорокин. И кто знает, может и нашим севастопольским победителям удастся реализовать проекты, амбиции и воплотить в жизнь свою мечту. Святослав Данилов, Дилиер Меджитов из Ростова-на-Дону. Специально для новостей ИКС-ТВ. Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко вернулся в родной Крым. Границу он пересек по российскому паспорту. Напомню, пограничники соседнего государства задержали крымское рыболовецкое судно 25 марта минувшего года. Капитана сейнера обвинили в нарушении порядка въезда на так называемую временно оккупированную территорию Украины. В конце января стало известно, что Владимир Горбенко пропал в Мелитополе. А 9 февраля мать моряка сообщила, что ее сын приехал домой. Капитан мечтает вернуться к рыболовецкому промыслу, но надежды на возвращение судна «Норд» на полуостров мало. Украина неоднократно пыталась продать арестованный сейнер, но торги пока так и не состоялись. Себя виновным я не чувствовал, никаких законов я не нарушал. Я честно исполнял свои обязанности капитана судна. Предлагали изначально они и в последнее время, до окончания этого процесса, признать вину, не давая дела до суда, получить украинский паспорт там на месте и вернуться домой. К городским темам губернатор сегодня поручил увеличить количество сотрудников МФЦ, чтобы ускорить процесс выдачи персонифицированных единых городских карт льготникам. В отделении МФЦ наберут дополнительный персонал и организуют временные рабочие места. Это позволит уменьшить нагрузку на действующих сотрудников, чтобы сбор документов на выдачу ЕГКС не сказался на качестве и скорости предоставлении других услуг. После новый штат сотрудников переведут на новые рабочие места. В этом году запланировано открыть еще 15 окон. Также сегодня на заседании правительства озвучили решение об изменении срока выдачи карты. В проектном постановлении увеличен срок выпуска и доставки персонифицированной карты с 30 до 40 календарных дней с даты подачи заявления. А также увеличен срок действия временной карты, временного социального проездного билета с 30 до 60 дней с момента первого использования по карте. Кроме того, вносится дополнительное приложение, связанное с выдачей карты лицам, не достигшим совершеннолетия. Дмитрий Овсянников поручил и ускорить процесс передачи квартир Министерства обороны России в собственность города. Сейчас эту работу продолжает Департамент по имущественным и земельным отношениям. Она ведется сразу по нескольким направлениям. Одно из них – это переход жилищного фонда, который раньше находился в собственности правительства Москвы. Из 400 квартир 387 уже передано, соответственно, 170 квартир уже переданы в собственность военнослужащим и членам их семей по решениям судов, а 217 квартир переданы в собственность города Севастополя. Три квартиры готовятся к передаче, но 10 квартир передаваться не будут по тем или иным причинам, потому что там проживают действующие военнослужащие, либо квартиры иные уже были предоставлены гражданскому персоналу Министерства обороны. Еще один этап – в передаче почти 2000 квартир от правительства России. Из них 1330 не относятся к специализированному жилищному фонду Минобороны России. Известные, где работают с теми порядка выпуска, выдача. 1136 квартир уже переданы, соответственно, 761 квартира передана по решениям судов и 375 квартир переданы городу Севастополь по решению федеральных органов. Пока от Министерства обороны страны Севастополю передана 1671 квартира. 931 находится в собственности военнослужащих и членов их семей по решению судов. 594 уже переданы в собственность Севастополя. А по последнему траншу готовятся документы. Все процедуры по передаче жилищного фонда планируют завершить в ближайшее время. Теперь основная задача Департамента капитального строительства, в котором находятся соответствующие подразделения жилищной политики, передать квартиры. Из 198 квартир, я интересовался, передана половина. По остальным нужно развернуть достаточно активные действия и по новым, которые на прошлой неделе пришли, обзванивать всех людей, заключать договор социального найма. Соответственно, обзванивать, приглашать. Валерий Владимирович выступит, наверное, с разъяснением. И заключать договора социального найма по всем квартирам, которые уже пришли. Далее о медицине. На дополнительную покупку препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных из резервного фонда города выделят 5,5 миллионов рублей. Такое постановление принято сегодня правительством Севастополя. Напомню, до диспансерном учете в городе состоят больше 2000 человек. Антиретровирусную терапию из них получают почти 1500 пациентов. Лекарства для них закупаются на деньги Минздрава России, но из-за технических проблем, возникших в Министерстве, препаратов оказалось недостаточно. И пока нет следующей партии из Москвы, их приобретут на средства города. Поставки осуществляются за счет Министерства здравоохранения, однако на сегодняшний день у нас заканчиваются препараты, и поставка планируется только на 5 месяцев. От городских тем к проектам федерального масштаба строительство и реконструкцию трассы Таврида планируют завершить в 2022 году. Материалы к комплексному плану развития магистрали опубликовали на сайте правительства России. Автодорога Керчь, Феодосия, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство Таврида началось в 2017 году. По данным подрядчиков, в конце минувшего года магистраль была готова на 70%. Частично движение по трассе уже открыли. Дорога в обход населенных пунктов с надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми развязками позволит значительно сократить время в пути. По информации Министерства транспорта Крыма, проезд по ней от Керчи до Севастополя займет не больше трех часов. А меньше часа занимает обезвреживание бомб. Севастопольские пиротехники оперативно и профессионально справились с задачей. Они взорвали шесть немецких авиабомб времен Второй мировой войны. В долине горы Каракаба прошел заключительный этап учебных сборов спецотряда МЧС. Затем, как ликвидировали бомбы, наблюдала и наша съемочная группа, но с безопасного расстояния. Заключительный этап сборов, на первый взгляд, проходит легко. Построение учебной группы, инструктаж и четкое исполнение поставленной задачи. Риски и опасность – неотъемлемая часть профессии пиротехника. Но за плечами у сотрудников этого спецподразделения МЧС годы тренировок, чтобы тщательно, аккуратно и безопасно подойти к этой работе. Последнее задание учений – обезвреживание небольших взрывных устройств, а кульминация сборов – ликвидация шести авиабомб. Но даже с таким оружием пиротехники работать не боятся. Страха нет, так как сознательно выбирал эту профессию. Чтобы обеспечить безопасность всех людей, присутствующих здесь, непосредственно перед произведением взрывов, все люди, незадействованные, будут выведены за пределы опасной зоны. А непосредственно тот личный состав, который будет производить подрыв, будет находиться в защитном бункере. На шесть авиабомб разного калибра, общим весом 140 килограммов, установили взрывчатое вещество, вставили электродетонаторы и с безопасного расстояния произвели взрыв. Завершающий этап трехдневных сборов по подготовке специалистов в пиротехниках Севастополя практическими занятиями. В процессе практических занятий был отработан подрыв конструкции, элементов всевозможных. Завершающим этапом это было уничтожение авиационных бомб, обнаруженных на территории города Севастополя. По словам начальника отделения пиротехнических и водолазных работ, учебная группа справилась со своей задачей на отлично. В сборах участвовали 22 человека. Шесть из них впервые выполняли такую серьезную задачу. Подобные сборы проходят раз в год. После них новобранцам МЧС выдается допуск для работы со взрывоопасными предметами. Ольга Суржикова, Александр Коплун, Андрей Глушенко. Новости КСТВ. Завтра одному из символов Севастополя его гербу исполнится 50 лет. 12 февраля 1969 года его утвердил Городской совет депутатов трудящихся. В конкурсе на лучший вариант герба Севастополя участвовали художники со всего Союза. Победила работа семейной пары Сергея Шахунова и Надежды Крыловой. Они и сейчас живут в нашем городе. С мастерами сегодня встретилась Анастасия Синица. Герба Севастополя. Делались варианты на морские тематику, чисто на морскую тематику, потом с памятниками с различными символами труда, трудовых успехов городских. Также и вариант был интересный с факелом Малахова кургана. Остановились, пожалуй, на самом лаконичном варианте, без излишней вычурности. Герб Севастополя на своем щите соединил две исторические эпохи. Поле разделили строго пополам. На голубом фоне – памятник затопленным кораблям, первая оборона. На белом – золотая звезда, награда за победу в Великой Отечественной. А между ними – лавровая ветвь, символ славы и мужества. Это очень лаконичное отображение истории города, выраженное в графике. А чем проще графика, тем ее сложнее изображать, потому что к ней больше претензий. Не спрячешься за изображением. Георгиевская лента и надпись с названием города появились на гербе гораздо позже. Такой вариант официально не утвержден. Антураж вокруг герба сделан где-то в 2008 году, поскольку эта лента тоже является элементом отражения двух эпох георгиевской ленты. И той эпохи Крымской войны, так и Великой Отечественной войны. Оригинальное изображение герба и его официальное описание хранятся в фондах Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Фамилии художников вписаны в энциклопедический справочник. Но важнее, чтобы горожане знали не авторов, а сам герб, уверены художники, как один из главных символов города. Анастасия Синица, Михаил Волобуев, Андрей Глушенко. Новости ИКС-ТВ. Смотрите «Открытый город» в 18.30 в прямом эфире нашего телеканала. Сегодня в студию ведущей Ольги Суржиковой, исполняющей обязанности вице-губернатора Иван Кусов, обсудят острые социальные вопросы. В 18.30 на ИКС-ТВ «Открытый город». А сразу после выпуска новостей на нашем телеканале «Премьера» историческая мелодрама «Любовь за любовь». Действия картины весна 1914 года, накануне Первой мировой войны. История о долге, чести, благородстве и предательстве в сериале «Любовь за любовь». И на этом у меня пока все. Еще больше новостей на сайте xtv.ru и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, YouTube и Instagram. Телефон редакции 54 51 12. С вами была Светлана Федодеева. Приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова